Заполярье пополнится молодыми предпринимателями. Комиссия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области рассмотрела 54 бизнес-плана. Авторы самых успешных получат гранты и средств областного бюджета. Все начинается с идеи. Потом обучение, бизнес-план и оценка комиссии по господдержке малого и среднего предпринимательства. Предпочтение дается неординарным проектам с социальной направленностью. В этом году, отмечая члены комиссии, выросло число производственных бизнес-планов. Это, например, швейные цеха, а еще ответ на политическую ситуацию в стране. Есть проект по производству плодовочной продукции, что очень актуально в свете недавних решений по поводу запретов ввоза в Россию некоторых сельскохозяйственных продуктов. У нас есть и проект в сфере сельского хозяйства. То есть мы видим, что предприниматели реагируют на эту ситуацию, которая у нас происходит в стране. Своё место среди перечня проектов занимают туристические. Инженер пожарной безопасности Койско-атомной станции Вячеслав Пухлов задумал создать в Полярных Зорях маленький Олени парк. Идею подсмотрел в Финляндии, а потом взялся за написание плана и расчеты. На закупку оленей нам нужно около 300 тысяч. Все остальное – это уже более мелкие затраты. Я провел переговоры с лавозерскими предприятиями, которые готовы нам предоставить всех и оленей. Провел переговоры с Ашекевским лесничеством, который выделит нам участок для ведения деятельности. Ну а также согласовал с Кольской атомной электростанцией, потому что горнолыжный спуск является их собственностью. Проекты некоторых других участников уже успешно реализованы. Но чтобы развиваться дальше, нужна поддержка. Точка опоры может стать гранд-суммой в 300 тысяч рублей. Мой проект – это детская студия развития «Солнечный лучик». Это вообще, если честно сказать, мечта, не просто проект. Проект, конечно, социальный. И я стремилась к этому, к тому, чтобы предоставлять услуги не только детям обычным, здоровым, скажем так, но и детям с ограниченными возможностями. В студии не хватает только слухотерапевтического аппарата, который позволяет корректировать речь малышей с помощью компьютерных технологий и мультимедийного проектора. Какие бизнес-планы получат поддержку в этот раз, будет известно в ближайшие дни. О результатах работы комиссии сообщит сайт Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.